Теплое летнее утро в детском оздоровительном лагере имени Юрия Гагарина нарушает шум пожарной тревоги. Все ребята оперативно покидают свои корпуса в сопровождении вожатых. На улице их ожидает прибывший наряд пожарных. Хорошо, что это всего лишь учение. Огонь не пройдет. Настоящая пожарная техника. Опытные сотрудники МЧС наглядно показывают гагаринцам, как нужно бороться с возникнувшей стихией. Подобные мероприятия проводятся в рамках летней оздоровительной кампании ежегодно во всех лагерях Москвы и Подмосковья. С целью популяризации нашей профессии пожарных и спасателей, приявить детям культуру безопасности, правильного действия при эвакуации, при возникновении чрезвычайных ситуаций, развитию у них этих навыков, чтобы они могли, общаясь также со своими сверстниками, в дальнейшем только их совершенствовать. Большой интерес у ребят вызвал фильм, в котором сотрудники спецслужб продемонстрировали, как грамотно себя вести в чрезвычайных ситуациях. Мне больше это видео понравилось, мне там в душе осталось что-то, как айвы, курица и все такое. Ну сейчас я понимаю, что это идет обучение, вдруг это будет на реальных случаях. Я не представляю свои действия, вспомнив это, может что-то и придет. Дополнили серьезные учения, веселые игры и викторины, а конкурс рисунка на тему пожарной безопасности не оставил никого равнодушным. В своих рисунках ребята постарались воплотить идею безопасного обращения с огнем. Что ты рисуешь? Я докрашиваю спичку. А спичка что означает? Спичка, значит, ну тут у нас еще написано, что спичками баловаться не надо. Конечно же, самый интригующий момент мероприятия пока спецтехники. Ее продемонстрировали ребятам сотрудники спасательных служб. Это медицинская укладка. То есть она есть в каждой аварийно-спасательной машине, в каждой пожарной машине есть такая укладка. Здесь мы с собой носим необходимые медицинские препараты для оказания первой помощи пострадавшим. В летний период времени существенно возрастает риск возникновения пожара. И часто причиной может послужить банальная неосторожность человека. Учения, проведенные с ребятами, возможно, в будущем помогут предотвратить чрезвычайные ситуации, а может и вовсе спасут чью-то жизнь. Лилия Дворецкая, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».